iOS 18 доступна в бета-тесте уже чуть больше месяца. Сказать честно, я не ожидал, что бета будет работать так хорошо в плане анимации, в плане того, как работает интерфейс и в целом взаимодействие с iOS действительно на уровне релиза. Если бы не нагрев, который иногда появляется, и не какие-то баги с экранным временем или с уведомлением, то можно было бы сказать, что это релиз. Поэтому, если вы находитесь на iOS 18 бета, и если у вас есть какие-то проблемы, то как убрать эти ошибки системы, даже постараться вернуться на iOS 17 и минимизировать нагрев, чтобы устройство не так теряло емкость батареи. В этом видео покажу приложение, которое называется TunesKit iOS System Recovery, и давайте посмотрим, что это приложение умеет. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, а также подпишитесь на канал. Скачать приложение можно с официального сайта. Приложение есть как на Windows компьютеры, так и на Mac, и приложение позволяет решить больше 150 проблем, которые могут возникать на вашем iOS устройстве, и также поработать с режимом восстановления, с откатом и с прочими возможностями, которые нужны, например, для решения проблем iTunes и других проблем iOS. После установки приложения, кстати, сервис платный, имейте это в виду сразу же, так вот после установки вы видите главную страницу приложения. Первая опция, которая тут есть, это iOS System Repair. С помощью этой функции вы сможете вернуть вашу iOS к первоначальному состоянию, то есть по факту переустановить систему и решить вот такое огромное количество проблем, которые есть. Тут вы можете выбрать конкретно с чем у вас проблема, например, если у вас телефон завис во время обновления, то мы выбираем Screen Stack и нажимаем на кнопку Start. После этого мы можем выбрать, какой режим ремонта нам нужен, стандартный или расширенный, который тут называется Deep. В стандартном у вас просто переустановится система, но данные останутся, а в расширенном ремонте у вас полностью снесется система со всей информацией, которая там есть. То есть для начала, конечно, лучше попробовать стандартный режим ремонта. Дальше вы увидите модель вашего iPhone и версию iOS, которая доступна. Несмотря на то, что мой iPhone на iOS 18 Beta, уже отсюда я могу спокойно поставить iOS 17, то есть приложение за меня переустановит систему и мне ничего не нужно будет делать с откатом, если я надумаю откатиться. Дальше происходит загрузка прошивки и после этого начинается стандартный ремонт. После его завершения у вас телефон включится, вам нужно его будет настроить, ну и соответственно там уже никаких ошибок быть не должно, потому что вы полностью переустановили версию iOS. Какие полезные опции есть еще в приложении? Например, Reset Device, это сброс устройства. Если вы надумали продать ваш iPhone или он работает как-то не так, то вы можете попробовать эту функцию и сбросить или там какие-то определенные настройки, используя стандартный сброс. Или Factory Reset, это полный сброс, например, для перепродажи iPhone. Если вы точно уверены, что iPhone будете продавать и чтоб там не осталось никаких ваших данных, вы можете нажать на Factory Reset и сделать полный сброс устройства для перепродажи. Еще из полезных опций тут есть вход или выход в режим восстановления, который нужен, например, для того же отката. Но в приложении и откат имеется. Нажав на кнопку Upgrade или Downgrade iOS, мы можем выбрать, что нам нужно сделать. Это iOS Upgrade, то есть обновление, или Downgrade. Например, если я нахожусь на iOS 18 Beta и хочу вернуться на стабильную iOS 17, то мне нужна кнопка iOS Downgrade. Я нажимаю на нее, iPhone подключен к компьютеру, я могу выбрать на какую версию iOS 17 я хочу откатиться. И нажав на кнопку Скачать, скачивается прошивка, потом она устанавливается и вот так в один клик вы точно так же откатываете версию iOS 18 до стабильной iOS 17. В общем, вот такие вот полезные функции умеет делать эта программа. Переустанавливать систему iOS, избавляя вас от всех багов и лагов, которые копились в фоне системы годами, если вы никогда не переустанавливали iOS. Также это сброс устройства, ну и обновление или понижение версии iOS. Попробовать приложение можете по ссылке в описании, оттуда вы можете скачать приложение, как я говорил в начале, или для Mac, или для Windows компьютера. Так что ссылка будет в описании и проверяйте, если такой функционал вам был необходим. На этом все, буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр, пока!